Всем здравствуйте! Ну что, как обещала, рассказываю про свои приключения творческие, рабочие. Для тех, кто не знает, я расскажу коротко. Ко мне обратилась клиентка. Ей нужно было срочно сделать заказ за очень короткое время. И, в общем, она покупает ткань, покупает остаток и говорит, там какие-то черточки. Ну, я черточки посмотрела, но я их не увидела, этих черточек. Единственное, что я подумала, может быть, там такие скобочки были пластиковые, что она подумала про... их имела в виду. Как потом оказалось, что нет. Ткань была сложена лицом вовнутрь. Я выкраиваю, значит, все замечательно, все классно. И с таким я сталкиваюсь, кстати, впервые. Обычно в конце рулона или в начале там ставится печать или еще как-то. Но чтобы на лице вот такими вот цифрами, буквами писались, я никогда не сталкивалась впервые. И заметила я это, когда уже сшивала брюки. Оно получилось прямо на самом таком красивом месте. И у меня начался квест настоящий по выведению пятен, потому что ткани не было. Я звонила в Москву, потому что у нас магазин Шоурум от Москвы, где она покупала эту ткань. Да, она есть. Они пообещали мне прислать через неделю. Я говорю, через неделю будет слишком поздно. Давайте я вам заплачу денег. Ну, вышлите мне ее сейчас. Ну, в общем-то, все очень сложно. Нужно отдать там на переработку данных. Вот это вот все, это два дня там. Ну, в общем, ничего не оставалось, как только что-то делать с этой надписью. Ну, либо вышивать там большую ромашку. Смотрите, ткань какая. Вот такая вот ткань. Я не знаю, как цвет передает, не передает. В общем, чем я выводила? Выводила я Амвеевским спреем. Кто знает, кто пользовался. Он выводит даже жвачки. Хорошая вещь. Блеклые стали цифры. Они какие-то, знаете, такие не черные были, а темно-серые, наверное. Скорее всего, маркером нанесенные. Ну, в общем, я не знаю. Потом я звонила в свадебный салон. Знакомый своей. Я говорю, чем вы выводите? Она сказала, что выводят они доместосом, спиртом и чем-то еще. Ну, чем-то еще я уже вот точно не помню. Но я вот цепилась за доместос. И спирт. Спиртом я потерла. Ну, вообще ничего не помогло мне. А вот доместос белый, я о нем уже слышала и я пробовала. Вот, кстати, берите на заметку. У кого старые рушники, старые какие-то белые хлопковые вещи, которые уже залежавшиеся, у которых есть вот эти вот желтые застарелые пятна. Вот доместос отводит, выводит все. Белый доместос. Но не переусердствуйте и выполаскивайте его лучше. Я вот плохо прополоскала, у меня на некоторых вещах остались такие разводики. Но я думаю, что они уйдут, но этим нужно заняться опять же. Так вот, я, значит, наношу прям аккуратненько, прям вот ровно по этим циферкам вот этого доместоса. Чуть-чуть прям подержала и дальше стала все стирать-вытирать. Где-то пятнышко у меня осталось на столе и вот лежал такой же вот лоскуточек на этом пятнышке. Или я вытерла этим лоскуточком пятнышко и оно осталось. Естественно, я его не стирала ничего. Где-то через час я посмотрела, на нем было уже белое пятно. Так что аккуратнее. Потом оно стало еще плетнее. И тут у меня примерка. Это я все даже творила у мамы дома. Как раз клиентка у меня из области, я не помню, сказал я это или нет. Мы с ней, значит, замеряем. Я аж пристально смотрю, видно это или не видно. Вот честно скажу, не видно, вообще не видно. Но когда она, допустим, стала бы гладить их, да, она, вот кладешь на что-то белое, на доску, там, ну, вообще на что-то кладешь, оно как бы проявляется сразу. На теле не видно. Вот честно, не видно. Но я вот из-за этого нервничала. Потому что я понимаю то, что, ну, она увидит, у нее там паника начнется. И как-то, ну, и сама будет некомфортно чувствовать себя. Еще у меня была дилемма, говорите я вообще об этом или нет. И по совету многих, в общем, я решила не говорить. И чем я это, ну, как бы, почему я так стала, сделала вывод не говорить. Во-первых, когда она не знает, она чувствует себя королевой. Ну, правда, ну, не видно, ребят. Вот. А если бы она знала об этом, да, даже если не видно, но она знает об этом, она бы об этом думала. Ну, это портило настроение. Ну, в общем, я решила не говорить. Приключений ей было еще достаточно с этим костюмом. Без моей информации. В общем, в итоге я ей так и не сказала, она не знает. Но я дома, приехав в Нижний, я стала еще, знаете, как экспериментировать? Я стала еще выводить лимонной кислотой и содой на свой страх и риск. Ну, я как бы так вывожу желтые пятна иногда на майках. Оно очень помогает. Ну, в принципе, чем там сода с лимонкой навредить может? Ну, тоже все очень аккуратненько так это вот все. Как будто бы еще бледнее стали. Но все равно вот кладешь на что-то, и видно. И, в общем, я решаю перелицевать штаны. Так как это креп. У него есть лицо изнанка, но она настолько прямо вот плохо выражена, не ярко выражена. Вот если только прямо вот пробовать, пробовать, то да, можно определить. И знаете, я выдохнула. Я прямо выдохнула. У меня эта проблема ушла сразу. Я про нее даже потом не вспоминала и не думала. И все, вот знаете, вот все. Проблема решена. Потому что с изнаночной стороны ее вообще никак не видно, что кладешь, что не кладешь. Ну, в общем, эти буквы, там эти надписи, они не проявлялись. Все, слава тебе, Господи. Ладно, договорились с ней о встрече, все готово. Но меня смущало там на блузке, на топике у нее вот эти вот складочки были. Они мне не нравились, потому что на модели по фото, как она присылала, во-первых, там ткань была легче. Во-вторых, они были в сборочку. А вот эти вот защипы, вот я их не всегда люблю, потому что не всегда ложится. Хоть и по косой скроеной, но вот никак. И мы решили, что пусть она приедет со временем, чтобы был запас, у нас вот, ну, как бы, подделать, доделать. И я ей отдаю все. Приезжает она, да, брюки, все замечательно. С брюками все. Закрыли тему и забыли. А с топом, ребят, мы возились до полдвенадцатого ночи. В общем, она от меня ушла до полдвенадцатого ночи. В итоге переделали модель полностью. У нее из вот такого вот с воротником стала просто майкой и с крылышком. Ну и так сказать, мне так тоже больше понравился такой вариант, потому что он более легкий стал, более такой вот, ну, летний. А тут вот это все закрыто, вот эти вот драпировки, ну, как баба-воин такая. В общем, она уехала. Я ей сделала скидку, потому что это вот все переделывалось на коленки. И не пойми, что. Хотя, наверное, по-хорошему нужно было наоборот больше взять. Ну, в общем, перекроила я ей. Но это все технологии все неправильные. Все это как-то, в общем, вообще вот все бегом. В общем, не по-человечески. Ну, главное, клиент доволен. И ладно. Чтобы было хорошее настроение у нее. И на следующий день, вечером, она мне звонит. Я говорю, что ничего такое. Она говорит, я их сожгла штаной. Я говорю, в смысле сожгла? Я же говорила, не гладить там или гладить через тряпку. Каким образом? Нет, я тряпки не нашла. Я решила так. И, в общем, припаяла. Я говорю, сильно? Где вообще? На бедре где-то? Ну, она говорит, смотрится как будто бы замятинки. Вот, ребят, девчонки, когда гладите вещи, гладьте всегда через тряпку. Это вас спасет от всяких таких сюрпризов. Нет у вас тряпочки. Блин, ну заведите. Ну, нет возможности. Возьмите полотенце чистое кухонное. Нет полотенца чистого. Блин, возьмите наволочку какую-нибудь. Ну, что это такое прямой небольшой квадрат? Или круг, неважно. Ну, какую-то хэбэшную тряпку, через которую вы можете спокойно гладить вещь. Но такие вот сюрпризы себе устраивать экстримы вообще ни к чему. Ну, и все. Мы начали думать, как можно исправить. Но как исправить? Естественно, ко мне она в нижний, ну, не поедет. Ну, нет. Хотя я даже вот сомневаюсь. Может быть, она бы даже и прикатила бы. Бедный муж. Вот. Но что сделаешь-то? Я ей там какие-то варианты накидала, как можно там, ну, какую-то цепочечку повесить. Или страйзинки какие-то, страйзинки, потому что у нее на пацанушках стразы. Ну, то есть цепочку из страз. Ну, в общем, все на это. И думаю, как же она сегодня-то вот. Сегодня у нее торжество. И сегодня она должна ехать. Думаю, как она наденет, не наденет. Домашние ей сказали, что не видно. Если только вглядываться, знать куда, то можно там заметить что-то. Я говорю, ну, не парься. Вообще, вот забудь про это. Езжай. Думаю, ты не знаешь, что у тебя там внутри еще буквы написаны. Уже-уже до кучи. Я говорю, костюм с приключениями. Еще с какими. И вот она мне сегодня прислала фотографию. То, что она в этом костюме. Все замечательно. Спросила ее, как настроение. Она сказала, отлично. Я говорю, ну, и здорово. В общем, наслаждайся, гуляй. Так что вот. Слава Богу, что все так закончилось. Да. Я еще хочу поздравить вас всех с Петром и Павлом. Пожелать вам хорошего настроения. Брата моего родного, с днем рождения. У него сегодня днюха. Да. Вот. Ну что? Ну, пожелать мира, добра. Как Валера говорит, денежки. А уже это просто... Такими всех тростищем. Да. Приятных приключений, я бы сказала. Вот. Все. Всем пока. До свидания.